Практически все Chanel Chance имеют вот такие розовые коробочки у нас. Вот это у нас Chanel Chance Outtender. Розовый, туалетная вода, 100 мл. Вот как он выглядит у нас. Ой, как он приятный! Это яркий представитель современного люкса. Именно он не тяжелый, совсем не удушающий. Из всех Chanel он самый легкий. Такой аромат я бы смело использовала на молодой девушке. Я бы его использовала всегда, везде. Днем, можно и вечером, и на прогулку. Он очень деликатный такой, воспитанный, не кричащий. То есть он не будет выбиваться и позорить вас никогда. Никто никогда не скажет, что от вас сильно пахнет. С ним как-то никогда не стыдно нигде, с этим парфюмом. Его можно спокойно одеть на свадьбу, на свою, нанести на себя. Этот парфюм и должна носить такая утонченная девушка в таком легком платье, в розовом платье или персиковом. Оно должно быть такое все летящее. Оно должно быть на тоненьких облачках. Такая вся утонченная. Может быть у нее кудри на волосах. Возможно это блондинка даже. Я не знаю. У меня такие ассоциации, когда я нюхаю его. Тут такие нежные цветы, очень приятные. И если, допустим, Шанель Шанс классический, я бы нанесла на такой вязанный шарф или на мех, то вот для этого у нас шифоновый шарфик создан. Когда его наносишь, он будто сливается с воздухом, сливается с вашей кожей. Мне вообще кажется, что это аромат кожи, тела человека, только он с такой легкой вуалью. Мне этот аромат очень нравится тоже. И вот эти все Шанель, они отличаются от Шанель номер 5. Они все созданы все равно для молодости, для современности. И даже их флаконы поменяли свою форму. Они стали кругленькими такими и в розовых упаковочках. В отличие от других Шанель. Ну, Шанель номер 5 очень тяжелый. Я бы никогда не рекомендовала его девушке молодой. Я бы себе никогда его не купила. И даже одна капелька она, наверное, может удушить. И он такой рисковатый, очень сложный. А вот Шанель Шанс, да, смелый. Я даже сейчас вам рассказываю о них. Ей так ревно статушусь. А вдруг вы пойдете и купите их. Не надо.